А наша дружная кампания постепенно расширяется, и к нам присоединилась Наталья Кропотова, председатель общественной организации региональной национально-культурной автономии крымских караимов республики. Ну и мы знаем, что скоро, да, 19-го числа пройдут праздники Дни культуры караимов. Расскажите, пожалуйста, как это будет проходить масштабно? Может быть, что-то особенное в этом году приготовили? У нас ежегодно что-то особенное происходит. 19-го числа состоится праздник урожая, который как раз врубит в рамках Дней культуры крымских караимов. Ежегодно наша организация, в принципе, отмечает его. В субботу в 11 часов соберутся крымские караимы из разных городов Крыма. Это не только Симферополь, это и в Паторе, Бахчисарафе, Феодосия, Ялта. Называется наш праздник на караимском «Орах-Тую». Орах означает «серб». Ну как раз, по смыслу, я думаю, символично. Символизирует праздник жатвы, время собирать урожай. По традиции у нас в этот день в беседке рядом с киноса, киноса это храм крымских караимов. Я думаю, многие жители Симферополя знают, видели красивое здание. Ну невозможно не заметить, на улице Пролетарской. Да, на улице Караимской. А, Караимской точно. Да, Караимская 6. Благодаря федеральной целевой программе уже отреставрирован фасад здания. То есть все видят красоту нашего храма. И вот в непосредственной близости рядом с храмом беседка украшается плодами, фруктами. Читается молитва. Газан, наш карамский священник, читает молитву тем самым, освящая урожай. И далее дети срывают этот урожай. Таким образом мы благодарим природу за щедрость. Надеемся, что следующий год будет также урожайным. Ну и кроме того, это очень хороший повод собраться все вместе, всем нашим немногочисленным народам. К сожалению, я думаю, знаете проблему малочисленности крымских караимов. По данным переписи 2014 года, которая проходила в Республике Крым, зарегистрировано всего 535 человек. По нашим данным, наши общественные организации это немногим более. Но тем не менее, цифру говорят. Наверное, уже все друг друга в лицо знают. Да, конечно. И более того, все друг другу еще родственниками приходится, если так глубоко покопаться. Ну и поэтому мы ждем с нетерпением суббот и приглашаем желающих познакомиться чуть ближе с культурой крымских караимов в субботу к нам. Это, можно сказать, что-то типа Дня Благодарения, по факту, да? Ну, наверное, я не очень хорошо знаю традицию Дня Благодарения, но, наверное, да. То есть, ну, как бы там, знаете, как некоторые говорят, урожай, то есть все здорово. А может, какие-то необычные традиции, которые, может, вас в детстве еще впечатлили, там, вот, а у нас, знаете, делают вот так вот. Какой любимый праздник у вас, караимский? Ну, караимский праздник любимый, наверное, это все-таки Дни Шапшала, Сергей Марковича. Это наш духовно-светский глава, лидер крымских караимов. Почему любимый? Потому что традиционно в этот день мы выбираемся на Календжуфт-Калей, это родовое вредство крымских караимов, крепость, нарядная в Узбах-Честрае, тоже все знают. Собирается очень много людей, стараются приехать, Крымский Крым не только с Крыма, но и из других стран. Ну, в общем, такой вот он многочисленный. И люди традиционно хотят выглядеть, да, похожими на своих предков, надевать национальные костюмы, ну, то есть очень такой красочный. И много полезного, много интересного узнаем. То есть мы каждый год готовим информационное наполнение, мы копаем архивы, мы находим какие-то рукописные свидетельства, которые еще не опубликованы, и делимся этим с нашими соплеменниками. Ну, то есть очень такой интересный и наполненный праздник. В принципе, и на каждый праздник у нас традиция выезжать на Кале, и на праздник урожая мы всегда тоже старались выезжать, но, к сожалению, с каждым годом все сложнее и сложнее туда добраться, дороги не в очень хорошем состоянии. Вообще, по заветам предков у нас принято, что мы обязательно должны детей вывозить на праздники, на Кале. Ну, вот все труднее и труднее. Всегда есть такая возможность. Да, есть такая возможность. Желающие могут добраться уже самостоятельно. Мы всегда говорим, да, вот праздник урожая мы проводим теперь в Симферополе, для того, чтобы он стал традиционным. Мы надеемся, что после того, как здание будет полностью отреставрено, сейчас только фасадные работы завершены, все это видят, да, в скором времени, мы надеемся, начнутся, наконец-то, внутренние работы, и будет открыт религиозно-культурный центр, и праздник урожая станет традиционным и городским мероприятием, а может быть, и на уровне Республики Крым. То есть мы уверены, что тот центр, который будет создан там, он станет таким ярким туристическим объектом для Республики Крым. Я тоже в это искренне верю, потому что оно, как оно, если просто идешь мимо, и он привлекает внимание, и сюда так хочется зайти, посмотреть, а как же там внутри? Вот знаете, вы говорили просто сейчас про сокращение численности народа, и можно так, у меня мысль такая промеркнула, вот допустим, да, там у вас есть дочка, да, она вышла замуж за сетьми мета, и в итоге вот их ребенок, он будет считаться Крымом? Это передается по маме, по маме, да, национальность. По отцу, традиционно по отцу передается, и поэтому, если у тебя отец Крымский Крым, ты автоматически считаешься, ну, автоматически национальность определяется, как Крымский Крым, Крымская Крымка. Но с учетом очень крайней небольшой численности, да, принято решение уже давно вообще не считать Крымскими Крымами, ну, и всех, у кого и мама, и папа, у кого даже половинка, четвертинка крови, потому что, ну, в таких условиях сохранить историко-культурное следствие своего народа, сам народ, очень тяжело. Поэтому мы рады всем, кто считает себя Крымским Крымом, и кто готов нести, возрождать культуру Крымского Крыма. Спасибо вам большое, но мы вас так просто не отпустим. Предлагаем пройти вместе с нами сфотографироваться, чтобы и фотокарточку, например, сделать в нашей вот такой вот инсталляции, посвященной как раз-таки переходу на цифровое вещание, которое было вчера, и вот теперь действительно во всех смыслах мы находимся в телевизоре и говорим слово «сыр». Субтитры создавал DimaTorzok Крымском 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 «Симон»